У нас есть Александра Ликторовна из Москвы, у нас есть много-много красивых, прекрасных городов в нашей стране, и я вам желаю, чтобы вы очень во многих из них добывали, и сегодня у нас с вами будет вот такое приключение путешествия по нескольким городам. Я когда летела сюда из Петербурга, представляете себе, это вот западный край, да, страны нашей, и лечу к вам через всю страну, и все города, почти все города, про которые мы с вами будем сегодня говорить, я прилетала над ними, это вообще, конечно, потрясающе, 8 часов лететь, чтобы просто перелететь на другой край страны. Надо еще в Москву сейчас лететь. Мне? Из Петербурга? Да. А, Петербург? Да, летели мы из Москвы, да, то есть сначала в Москву, потом в Москву. Просто вы надо 8 часов. Да, а что больше? А расскажите мне, вот вы про что-то в Петербург что-нибудь, ну кто-то даже был, кто не был, или кто был, у вас в этой книге ассоциация с Петербургом, как вы себе его представляете, когда вы слышите Петербург? Там красивые еще, там дождь, капли, прям, усиленные. Когда были, вы в Чудовом? Да, конечно. Там еще моя тетя живет, и там большие здания. Большие здания, да. И там еще летом прихида. Да. Зимой? Это было? Да, зимой именно. Я что-то поправила? Да, я знаю, что там еще не было. Кто-то хотел наполнить? Кто-то хотел наполнить? Кто-то хотел наполнить? Давайте послушать. Я не знаю. Кто-то хотел наполнить. Я не знаю. 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 Да, он, конечно, большой город, большой, красивый. И на самом деле, вот я сколько там лежу живу, и я еще не везде была. Я все знаю, и не все секреты еще этого города мне открыты. Там еще есть метро, там еще есть красная площадь. Красная площадь в Москве, а в Петербурге дворцовая площадь. Там уже метро называло, да? Или красиво, да, наезде город какой-то поезд. А все метро красивое, туда можно тоже как-то засприцать, то есть они смотрят. Там поезд или там что-то кипр. Да, да. Ну, смотрите, в каком по городе мы ни жили, где бы мы ни родились, все равно здесь всегда, всегда есть что-то интересное, всегда есть какие-то секреты. Почему они секреты? Потому что про них никто не знает. А потому что они, ну, не каждому открываются. Вот если мы себе представим человека, который идет по городу вот так вот с телефоном. Увидит он какие-нибудь секреты города? Нет. Нет. Город открывает свои секреты тем, кто хочет их увидеть, да? Кто, вообще, я вам советую побольше поднимать голову, поднимать глаза, смотреть, что вообще вокруг, по сторонам происходит. И тогда, конечно, много интересного вы не пропустите. В каждом городе, ну, или почти в каждом городе, есть всегда какие-то особенные моменты, особенные символы, особенные, не знаю, фигурки, персонажи, да, которые ассоциируются с этим городом. В Петербурге, например, в Петербурге, например, в Петербурге, здесь, например, сейчас я вам покажу. Вот это кто-нибудь знает? Что это? Садник на коне. Садник на коне, да. Называется он Медный всадник. Он сделан из дружбы, называется Медный всадник, так его назвал Кушкин, и с тех пор его все так и называют. А памятник это Петру Первому, который какое отношение к Петербургу имеет? Параб. Да, он построил его, основал миром. И, конечно, главный человек в нашем городе. Параб. Передавайте друг другу, просто посмотрите. Только давайте тимбонечко, ладно? Медный всадник. Мама, это мемо. Мама, это мемо. Это мемо. Таких символических персонажей в Петербурге много. Давайте только тихонечко, ладно, чтобы я не перекликивала вас. Например, есть вот такая фигурка. Это Чижик-Пыжик. Это самая маленькая... Девочки, маленькие. Это Чижик-Пыжик. Это самая маленькая скульптура Петербурга. Самая маленькая. Это рекордсмен. Она всего 11 сантиметров. Находится она на набережной. Чтобы ее увидеть, надо вот так вот через парабет перегнуться. И поэтому на набережной реки Фонтанки в Петербурге вот в одном месте всегда куча народу, которые, когда мы смотрим туда, пытаются увидеть эту фигурку и попасть монетками ей. По поводу монеток сразу, о чем вы сказали? Смотрите, это такая традиция, которую поддерживать я не советую. В каком-то городе к ней оказались. Почему? Скульптуру любую он покрывает. Уличная скульптура покрывает специальным флоем, защищающим ее от разрушения. И когда постоянно по голове бедного Чижика или кому-нибудь падают монетки, или когда вы начинаете тереть носы, пятки на удачу, скульптура портится. И особенно в Петербурге, где нередкие дожди, все это от климатических условий еще быстрее приходит в небо. Поэтому, если вы знаете, что так делать не стоит, то лучше этого не делать. Традиция, конечно, интересная, но лучше просто сфотографироваться рядом с тем персонажем, который вам понравился. Еще расскажу про одного персонажа. Вот я его привезла с собой. Смотрите, какой хороший. Это зайчик. Кстати, я на максика. Это зайчик. Зовут его Арсений. Арсений. У вас нет Арсения? Нет. Почему зайчик? Дело в том, что Петр Первый, когда приехал на эти земли и решил там основать город, он выбрал место для Петропавловской крепости, для первого здания в нашем городе, именно на Зайчьем острове. Зайчий остров в переводе с финского, это раньше были финские и шведские земли, в переводе с финского, не в переводе с финского, а по-фински звучит зайчий остров, звучит Енисари. И если в слове Енисари поменять все буквы местами, это называется анаграмма, получится слово Арсений. Ну почти. Поэтому этого зайчика назвали Арсений, он сидит в Петропавловской крепости, на таких сваях под мостом, и называется официально скульптура памятник зайцу, спасшемуся от наводнения. В Петербурге очень часто были раньше наводнения, пока мы сюда не построили специально, и прям заливала вода. До сих пор, если вы приедете в Петербург, то на набережных есть до сих пор отметки, до какого уровня доходила вода от Неве, и прям вот затопляла город. Статья, вот Арсений, мы к вам приехали, и сейчас мы с вами найдем наше прекрасное впечатление. Итак, жил был, расскажу вам сейчас историю, жил был волшебник. Звали его чародей, городей. Городей очень любил путешествовать. Больше всего на свете он любил путешествовать, и в те города, в тех городах, в которых он побывал, он собирал все самое интересное, все самые интересные секреты, которые город ему раскрывал, он собирал себе в тайпник, в копилку, и собирал такую красивую коллекцию городских секрет. И этому городу, каждому, где он побывал, он дарил ключ удачи. Что бежу тебе этого города, всегда были счастливы, довольны, и город живут благодетные. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Это что за город, кто знает? Москва. Так, все такие городе, как у вас, например, в Москве. в Москве, это что? Китайский. Нет, это Осковский Кремль. Осковский Кремль. И в каждом городе он дарил этот ключ какому-то особенному персонажу, который хранил этот ключ. Вот, например, вы сейчас слушайте внимательно, потому что вам это пригодится дальше в игре. В одном из городов он нашел таких своих друзей помлинов. Это вот такие человечки полузнумы, полудомовые, которые любят что-то мастерить из солнцветов, из дерева, из разных материалов. Их зовут Хоблина. В другом городе есть Сайчик Арсений, который хранит его ключ. Есть в следующем городе Георгий. Георгий, садник на белом хоне в синем влащении. Где? Не видели такого? Нет. Который копьем выражает змея. Нет, это нет и садник, нет, это другое. Но тоже садник на хоне, да. В каком-то городе это мазань, мазань, точно. Дракон на птичьих лапах. Смотрите, как он смешной. Он как будто на куриных ножках ведет. Да, на кусочек. Следующий. А это у нас хозяйка Мерной горы. Какой-то город находится у подножия гор, и там живет хранительница горных минералов. Если вы читали сказы, уральские сказы Бажова, читали такое, нет? Да. Серебряная каплица читали? Я читала. Нет еще? Серебряная каплица. Да, льгочьи. Да. Там очень много промастеров, которые занимались добычей, выработкой самоцветов, да, минералов, красивых, драгоценных камней, которые заложены в горной водо-фороде. И хозяйка Мерной горы это хранительница, то есть дух уральских гор, которая хранит эти минералы и не каждого еще в своей сокровищнице в пустах. А может она превращаться в ящерицу? Да? Ящерица с короной, это она же сама. Какой это? Да. Это следующий? Это один из городов, который вам сегодня откроет свои тайны. Там находится город ученых. Целый город, который просто наполнен разными научными институтами. Университет там находится, разные учебные заведения. И там есть даже самая умная улица в мире, которая занесена в книгу рекордов Геннадзе. Знаете, что такое книга рекордов Геннадзе? Самая умная улица. Как на себе это представляешь? Самая умная улица? А полицейские электронные. Типа, если ты человеку скажешь, предположим, 9 на 7, то человек живет в школе. А, те, кто живут на этой улице, они самые умные, да? Ну, смотрите, в книге рекордов Геннадзе занесена эта улица как самая умная, потому что на ней находится почти 20 научных учреждений. Сколько? 20. Представляете, на одной улице. Только на одной улице. А там целый город. целый городок ученых. И сегодня вы узнаете, что это за такие зверьки. Смотрите, видите там павельник вот таким черным зеленым, который тоже является символом этого города. И следующий, последний, да, у нас сегодня город. городок ученых вы сделаете. Смотрите, это город, в котором есть вот такой волшебник. Смотрите, рогатый какой. Дух холода. Это дух холода, зовут его Чисхан. Почему у него такие роганы голове? Дед Мороз дух холода. А? Дед Мороз. Дед Мороз у нас, да, а в Никутском крае Чисхан, который полубык, получеловек. Потому что, поскольку он полубык, у него такие вот огромные рога. И он тоже хранит ключи нашего городея. Итак, начинаем узнали наше приключение. Что вам следует сделать, чтобы городей-городей приехал, прилетел, я-то на самолете, а он-то на своих волшебных средствах. Но он тоже добрался до Южно-Сахалитика и очень хочет подарить свой ключ удачи вашему городу. Вашему городу нужен ключ удачи? Конечно. Конечно. Вот. Давайте попробуем его заработать, доказать, что мы можем стать хранителями волшебного ключа, и принести удачи нашему городу. Смотрите, что нужно сделать. Сейчас внимательно-внимательно послушайте, чтобы быстро и правильно все сделать. Смотрите, у вас есть вот такие семь ключей. Семь ключей, семь городов. Помните, да, что в каждом городе есть свой ключ, есть свой какой-то секрет. Что вы делаете? Смотрите, вы начинаете не с того, что у вас лежит на столе, не с коробочек, мешочков и свитков. Вы начинаете с ключа, с любого. Берете любой. читаете? Да, так. Послушайте сначала. Вы сначала будете один ключ и ключи. Нет. Не слушайте. Тихо, тихо. третий М. Сели спокойно, Тимур. И слушаем задание. Смотрите, если каждый сейчас разберет по ключам, вы будете топтаться на месте, вы не сможете сделать задание. Я вам советую, кто-то один, выберите себя капитана. Это совершенно не важно, кто это будет. Смотрите, я знаю, кто это будет, это будет тот, кто лучше всех читает в вашей команде. юбилит. Большинство не понравилось. Капитан, который лучше всех сюда. Я выстрою не могу не обидеть а другим а другим а другим а другим а другим поднимите кто за вами. Хорошо, кто уложен с этим. Спасибо. Калина, что лифер, а? Да, вы выбрали капитана? Кого? Все, капитана, определись, капитана, поднимите руки. Капитана, поднимите руки. Лиза у нас капитан. Здесь выбрали. Раз, я не буду вы уж определитесь кто громко и хорошо читает кто будет хорошо читать для всей команды. Хорошо? Не так. Наверное, вам общий положитель. Нельзя забирать. Послушайте дальше. Вот кто лучше всех. Игнатий. Я вчитаю. Зачитывает на одном исключе на одном. Не надо все сразу хватать. На одном исключе читаете какой-то интересный секрет, который вам расстроит, что это за город, о каком городе вообще идет лучше. А дальше вы внимательно, внимательно читаете задание. Не просто так хватаете первую букву, которая вам пришла в голову или которая бросилась в глаза, а внимательно читаете задание. в каждом ключе у вас есть задание и вопрос. Возьмите, например, пятую букву из этого слова. То есть вам нужно определить, что за ответ здесь кроется и какую букву вам оттуда нужно взять. После этого вот сюда вы в нужный город, когда вы уже определили, что это за город, вписываете определившуюся букву. Понятно? Потом убираете этот ключ и берете следующий ключ. и делаете так, понятно? Если что, я помогу, если хотите получить счет. Давайте получим людей. Любой, начинайте с любого ностового слова. Все понимаете? Давайте. В этом городе самое глубокое новостей. Самая глубокая китай всем находит в атаке генера может 6 метров по сай генера не это станции и лобку ведет вас по заданию 4 кастролова вы найдете один из заданий. Вы найдете... Вот вам эти буквы. Змеи. А где он? Змей, потому что... Змей. Змей. Будем все на заборах такой. У вас есть подсказки на столе. У вас есть подсказки на столе. Все. Ленинград. 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 Посмотри. Ребята, написано здесь. Герб должен быть. С победой герб. Ищем, чтобы подходить. Ленинград. Блок. 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 Флажен. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Санкт-Петербург Петербург 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 Продолжение следует... 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 Вот в этом номере журнала есть мой перевод шведской писательнице Аникитор. Вот там вот на выставке есть прекрасная книжка. Аникитор, остров моря, она состоит из четырех домов, из четырех. И очень интересная про двух девочек, которые справлялись в войну. Во вторую игровую войну и грязались в Швеции. И у Аникитор вышла еще новая книжка, начало которой я переводила, поскольку я тоже снимаю шведский язык. И вот здесь есть мой перевод, можете вычитать. В этом журнале, я вам покажу, есть в Юджику мой рассказ, который называется «Записка». Про то, как одноклассницы нашли, ну, у многих скульпторов, в раздевалке, записку, которая, ну, явно кому-то отрисована из девчонок, но непонятно кому и непонятно от кого. И вот они пытаются выяснить, что за за чистка, что за изгибательство стоит, но и там очень неожиданный финал. Так что, что же можете почувствовать? Да, вот она, показывает. Мерло, что такая сиденькая. Поскольку я люблю всякие весты, головоломки, да, задачки, я в этом журнале веду, на последних страничках веду, называется она «Головоломня». И здесь я придумываю разные задания, ребусы, какие-то интересные загадки. И я думаю, в библиотеке будет особенно интересно. Это вот в 85-летию журнала «Костер». Выпущен вот такой плакат.